В эти выходные Тверской Динамо сыграло первую игру с хоккеистами из Китая. Белоголубые сразились с пекинской командой Орджи. Об итогах матча в нашем сюжете. В первом периоде на Тверском льду царило равновесие. Команды обменивались атаками, но назвать их острыми можно только с большой натяжкой. Китайские гости реализовали свой шанс на 17-й минуте. Цифры на табло 1-0. В пользу Орджи сохранились до перерыва. Я думаю, что в целом, скорее всего, позитивно. Пропустили гол, скорее всего, глупо, ошиблись немножко. Но по игре и у самих момента были. И в целом игра живая, достаточно много силовой борьбы. Поэтому я думаю, что все четыре периода за нами будут, сможем сравнять и в дальнейшем, наоборот, выйти вперед. В дебюте второй 20-ти минутки гости получили право сыграть в формате 5 на 3. Но забили, когда один из заштрафованных динамовцев уже выскочил на лед. Отставание в два гола «Динамо» преодолело за три минуты. Сначала Виктор Пластинин отправил шайбу в притирку со штангой ворот Дерека Дана. Затем Олег Зайцев аккуратно поправил бросок Ивана Иванова. Еще три минуты Михаил Семенко со средней дистанции расчетливо выстрелил в девятку. Игра перевернулась, и теперь уже Орджи уходил на перерыв в роли отстающего. Второй период для нас складывался довольно-таки успешно, пока не начались удаления. И удаление сломали всю игру. Мы пропустили три гола в меньшинстве, отсюда результат. Еще два-три. Сейчас на третий период нужно выполнять задания тренера. Все заново для нас начинается. Заключительная треть матча доказала, что хозяева намерены полностью реабилитироваться за крайне неудачный выезд. На 48-й минуте свой шанс не упустил Иван Иванов, который успел подобрать шайбу коньком и отправил ее над плечом Дана. За четыре минуты до сирены гости взяли тайм-аут, после которого на площадку вышло шесть полевых игроков. Все, что удалось сделать Орджи в концовке матча, так это показать тверским трибудам красивые сейвы в исполнении Георгия Кузнецова. В итоге бело-голубые одержали волевую победу над пекинским Орджи, ответив на два пропущенных гола четырьмя точными бросками. Счет 4-2. 30 октября на лед спорткомплекса «Юбилейный» выйдет еще одна китайская команда. Цэнг Тоу. Начало матча в 19.00. Счет 5-0.